Всем привет. Меня зовут Алексей Найденов. Я директор компании EtoLabs. И первонапер я бы хотел ответить на вопрос, что я тут делаю и каким образом я здесь оказался. Если вы посмотрите Bitrix24 Marketplace в разделе телефонии, то 14 приложений, которые там есть из 36, то есть примерно 40%, это мы. Точнее сказать, наши партнеры-операторы. Но за всем за этим стоит наша платформа. Platform as a Service. То, что мы им продаем за небольшую копеечку. Собственно, о развитии этой платформе, о том, как мы пришли к Go, я бы хотел рассказать. Да, цифры по нашей платформе сейчас. Это все в сумме. 44 партнера-оператора, включая Мегафон. Это, кстати говоря, означает… Мы, вообще говоря, очень любим пускаться в разные авантюры. И у нас есть фактически доступ к 100 миллионам абонентам, 44 операторов здесь в России. Поэтому, если у кого-нибудь какие-нибудь бизнес-идеи будут появляться, мы всегда радостью их услышиваем. Но, тем не менее, на текущий момент на нашей платформе 5000 компаний-пользователей, 20 тысяч абонентов в сумме. Это все SMB и только SMB. Мы работаем… Ну, не SMB, а B2B. Мы работаем только с компаниями. 300 минут вызовов в днем в ЧНН, 30 тысячи вызовов в минуту. И 100 миллионов минут вызовов за прошлый год мы отпраздновали. Это без учета внутренних переговоров, которые есть там на нашей платформе. Собственно, как все это начиналось? Как вообще правильные чуваки начинают делать свою платформу? А надо еще учесть, что у нас в анамнезе был такой хардкор интерпрайз-разработка. Да еще в самые тучные для интерпрайза годы. Это было счастливое такое время, когда приходишь к заказчику и говоришь, нам нужно еще пара серверов. А заказчик такой, да не вопрос, у нас там десятка стойки стоит. Поэтому мы занимались там Oracle, Java, WebSphere, DB2, все такое. Поэтому, конечно же, мы взяли лучшие вендорские решения, интегрировали их и попробовали с этим взлететь. Ну, конечно, поскольку гуляли на свои, это был такой внутренний стартап. Все это вообще началось в 2009 году. С 2006 года мы занимаемся плотно операторскими решениями, так или иначе. Мы сделали несколько заказных виртуальных АТС, типа того, что у нас есть сейчас на заказ. Посмотрели, решили, что, наверное, это хорошо и неплохо сделать внутренний стартап, замутить. Взяли VMW. Конечно, поскольку, повторюсь, гуляли на свои, то пришлось сразу же отказаться от крутого вендорского сториджа, потому что мы все про них знаем. Мы знаем, что там обещание нужно делить на 3, а стоимость умножать на 10. Поэтому там делали DRDB и так далее. Потом оно начало расти. К этому добавился сервер биллинга, потому что платформа перестала справляться. Потом сервер биллинг там с мойского ушел на Mongo. В итоге получилось какое-то решение, которое работает, перерабатывает все вызовы, которые туда идут. Но где-то там, внутри, крутится тот самый вендорский продукт. Главный, ядерный, который мы когда-то взяли. И где-то к концу 2011 года мы для себя поняли, что главным бутылочным горлышком для нас в конечном итоге будет являться именно этот продукт. Мы в него упремся. Мы увидели перед собой такую стену, в которой бежали на полном скаку, потому что клиенты шли, добавлялись. Соответственно, нам нужно было что-то делать. Конечно же, мы провели довольно длинные исследования по поводу разных продуктов. И open source, и вендорских. Я не буду сейчас на этом останавливаться, ни о том речь. И да, безусловно, запасной вариант у нас, самый последний, про который мы думали, это делать свою собственную платформу. И мы в конечном итоге пришли именно к этому варианту. Почему? Потому что все вендорские и open source продукты, они все делались для решения проблем десятилетней давности. Хорошо, если десятилетние, а некоторые больше. Соответственно, для нас стал очевиден выбор. Либо мы обращаемся с нашей идеей, прекрасной о идеальной услуге для партнеров и операторов, а для себя, либо мы делаем что-то свое. Мы решили сделать что-то свое. Если долго занимаешься чем-то, то эксплуатируешь другой продукт, чужой, то в голове складываются потихонечку мысли, а как бы я это сделал сам. Поскольку мы все программисты в компании, у меня нет не программистов, ну кроме продавцов. То требования у нас сложились довольно давно. Требования были понятны. Высокая скорость разработки, раз, первое. Потому что вендорский продукт, который нас мучил, он не устраивал в первую очередь, наверное, тем, что все получалось долго и медленно. Мы хотели быстро. У нас было много идей. У нас и сейчас много идей. Но тогда список идей был такой, что казалось, вот впереди лет на 10. Сейчас только на год. Максимальная утилизация многоядерного железа. Это тоже для нас было важно. Потому что мы видели, что ядер будет становиться только больше и больше. Высокая надежность. То, с чем мы тоже наплакались. Высокая источность с боем. И мы хотели прийти в конечном итоге к процессу с режедневными релизами. Для этого нам нужен был выбор языка. Соответственно, из требований к продукту, которые мы для себя поставили, вырастают явным логичным образом требования к языку. Если мы хотим поддержки мультиядерных систем, то, очевидно, нам нужно параллельное выполнение. Поддержка параллельного выполнения. Если нам нужна скорость разработки, нам нужен язык с поддержкой конкурентной разработки, конкурентного программирования. Если кто не сталкивался с разницей, то разница очень простая на самом деле. Интуитивно понятная. Параллельное программирование – это про то, как два разных потока выполнения выполняются на двух разных ядах. А конкурентное выполнение, точнее поддержка конкурентности, Это про то, как язык или там рантайм, неважно, помогает скрыть всю сложность, которая вытекает из параллельного выполнения. Ну и высокая стоимость. Очевидно, что нам нужен был кластер. Причем лучше, чем то, что у нас был на вендерском продукте. Вариантов у нас было не так много на самом деле. Если посмотрите, подумайте, вспомните. Ну, во-первых, Ирланд. Мы его любим и знаем. Это был мой личный персональный фаворит. Во-вторых, Ява. Причем даже не Ява, а конкретно Скала. И в-третьих, язык, который на тот момент времени мы вообще не знали. Язык Go. Он тогда только-только появился. Ну, как появился? Он уже два года как существовал примерно, но еще даже не вышел в релиз. И победил Go. Мы сделали платформу на нем. И я сейчас попробую объяснить вам, почему. Значит, краткая история Go. Стартовал в 2007, был открыт в 2009. Первая версия вышла в 2012. То есть мы начали работать еще до первого релиза. Инициатором, собственно, был Google, который хотел заменить у себя, я предпозреваю, что Яву. Авторы весьма именитые. Это Кен Томпсон, который стоял за Unix, придумал от F8, работал над системой план 9. Роб Пайк, который тоже вместе с Кеном придумал от F8, тоже работал над план 9, над Inferno, на Lima, в Bell Labs. И Роберт Гризмер, которого мы знаем и любим за то, что он придумал Яву HotSpot Compiler и за то, что он работал над генератором в V8, интерпретаре Яваскрипта от Google. И более 700 участников, включая там некоторых наших патчей. Первый взгляд для программиста. Что мы видим? Что язык более-менее простой, понятный, что у нас есть очевидные типы. В некоторых случаях типы нужно объявлять, в некоторых случаях типы не нужно объявлять, означает, что они выводятся так или иначе. Видно, что можно описывать структуры. Видно, что у нас есть понятие указатель. Вон там звездочка. Видно, что есть специальная поддержка для объявления инициализации массивов и инициализации ассоциативных массивов. Примерно понятно. Жить можно. Пробуем написать Hello World. Что видим в Hello World? Здесь слишком мелко. Надеюсь, более-менее всем понятно. Что видим в Hello World? Видим, что это C-подобный синтаксис. Видим, что точка с запятой не обязательно. Она может быть разделителем между двух строк, но только в том случае, если это две конструкции, которые именно на одной строке. Видим, что скобки в управляющих структурах в 14-й строке не обязательны, круглые скобки, а вот фигурные скобки там обязательны всегда. Видим, что типизация статическая. Тип в большинстве случаев выводится. Этот пример чуть сложнее обычного Hello World, просто для того, чтобы показать, что там есть библиотека. Что еще видим важного? Видим, что код организован в пакеты. И для того, чтобы пакет добавить, использовать в своем собственном коде, необходимо его импортировать при помощи директивы импорт. Это тоже важно. Запускаем. Работает. Отлично. Пробуем дальше. Что-нибудь посложнее. Hello World, но только теперь это HTTP сервер. Что видим интересного здесь, на этом слайде, на этом коде? Во-первых, видим, что функция выступает параметром. Это хорошо. Это означает, что функция у нас первоклассный гражданин, и с ней можно делать много чего интересного в функциональном стиле. Видим дальше неожиданное, что импорт директива ссылается непосредственно на репозиторию GitHub. Все верно. Так и есть. Более того, так и нужно делать. В Go идентификатором пакета универсальным является урай его репозитория. Есть специальная утилита, которая называется GoGet, которая сходит за всеми зависимостями, скачает их, установит, скомпилирует и подготовит к использованию, если это необходимо. При этом GoGet знает про HTML-мета. Соответственно, можно держать просто такой каталог, HTTP-каталог, в котором будут просто ссылки на конкретные репозитории свой, как мы, например, делаем. Что мы еще видим? Еще мы видим, что у нас есть HTTP и JSON в стандартной библиотеке. Есть очевидная интроспекция, reflection, которая должна использоваться в encoding JSON, потому что мы ему подставляем просто какой-то произвольный объект. и запускаем и видим, что у нас в 20 строк получился полезный код, который компилируется, запускается и отдает текущую загрузку машину среднюю, на машине, на которой он запущен. Что еще важно, что еще мы здесь можем сразу увидеть? Оно компилируется в статический бинарник 1. У этого бинарника нет никаких зависимостей вообще, никаких библиотек. Его можно скопировать на любую систему, сразу запустить, и оно будет работать. Двигаемся дальше. Что еще есть и Go? У Go есть методы. Вы можете объявить метод для любого пользовательского типа. Причем пользовательский тип может быть не обязательно структурой, это может быть просто алиаз какого-то типа. Вы можете объявить алиаз для N32 и писать для него методы для того, чтобы, не знаю, делать что-нибудь полезное. И вот здесь мы в первый раз впадаем в ступор. Выясняется, что у Go нет классов как таковых. Ну, то есть там те, кто знает Go, могут сказать, что там есть включение типов, но это совсем другое. Чем раньше разработчик перестанет думать об этом, как о наследовании, тем лучше. В Go классов нет, и наследований тоже нет. Вопрос. Что же компания Google, точнее компания авторов и руководством Google, дала нам для того, чтобы отображать всю сложность мира? А нам дали интерфейсы. Интерфейс – это такой специальный тип, который позволяет описать просто методы, сигнатуры методов. И дальше любой тип, для которого эти методы существуют, выполняются, будет соответствовать этому интерфейсу. Это означает, что вы можете просто описать соответствующую функцию для одного типа, для другого, который соответствует этому типу интерфейса. Дальше объявить переменную типа этого интерфейса и присвоить ей любой из этих объектов. Для любителей хардкора могу сказать, что вот здесь, в этой переменной, там на самом деле будет два указателя. Один указатель на данные, а другой указатель на специальную таблицу дескрипторов, которая характерна только для этого конкретного типа и для этого интерфейса этого типа. То есть компилятор такие таблицы дескрипторов делает на момент линковки. И есть, конечно же, в Go и указатель на void. То есть это специально. Вот интерфейс, слово интерфейс с двумя фигурными скобками, это переменная, которая позволяет указывать вообще на любой объект, в принципе. Пока что все в порядке. Ну, в смысле, все привычно, ничего удивительного. Теперь подходим к тому, что заинтересовало. Это легковесные процессы. GoRoutens в терминах go. Во-первых, они действительно легковесные, меньше двух килобайт. Во-вторых, затраты на создание такой GoRouten ничтожны. Их можно создавать там тысячу в секунду, и ничего не будет. Обслуживаются они своим собственным планировщиком, который просто передает управление от одной GoRouten к другую. При этом управление передается в каких случаях? Если встречается выражение go, то есть если GoRouten запускает следующий GoRouten, если включается блокирующий вызов, input-output, если запускается сборка мусора, и если запускается какая-либо операция с каналами. При этом важно знать, что на самом деле все эти GoRoutens могут выполняться параллельно, столько потоков, сколько у нас процессоров есть в системе. То есть всякий раз, когда программа на GoRouten запускается на компьютере, она определяет количество ядер в системе, запускает столько потоков, сколько нужно, сколько ядер в системе, ну или сколько вы ей сказали. И, соответственно, планировщик будет запускать эти легковесные потоки выполнения во всех этих потоках операционной системы на каждом ядре. Надо отметить, что это максимальный эффективный способ утилизации железа. Кроме вот этого, мы делаем много чего еще. Например, мы делаем системы DPI, которые позволяют в один юнит обслуживать 40 гигабит, например. Смотреть, что там происходит в этих 40 гигабитах. Вот там мы еще даже до GoRouten использовали ровно такую же схему. Именно по этой причине. Потому что это позволяет сохранять локальность кэша процессора, потому что это позволяет значительно снизить количество переключений контекста операционной системы, которая тоже занимает очень много времени. Поэтому, повторюсь, это максимально эффективный способ утилизировать железо. Вот это тот простой пример, 21 строку, пример, который делает простой эхо-сервер. При этом, обратите внимание, вот эта функция серф, она предельно простая, она линейная. Там нет никаких коллбеков, нет нужды заморачиваться и думать по поводу того, вы просто читаете и пишете. При этом, если вы там читаете и пишете, а оно на самом деле должно заблокироваться, это GoRouten просто кладется в очередь и достается планировщикам, тогда, когда снова станет возможное выполнение. То есть, вот этот вот простой код может работать эхо-сервером на столько соединений, сколько, в принципе, позволит операционная система на этой машине. Каналы. Понятно, что когда у вас есть параллельное выполнение, вам нужны средства синхронизации. Go предоставляет все средства синхронизации, которые нужны. Mutex, разделяемые память, все, что нужно. Но штатным механизмом для него являются каналы. Его можно рассматривать, канал можно рассматривать как однонаправленную типизированную очередь в N элементов. По умолчанию N равно единичке. Канал сам по себе может быть параметром, членом структуры. Более того, канал можно передать по каналу. При этом у этого канала будет тип канал, каналов такого-то типа. Вот смотрите, что делает этот пример, 22 строки. Это счетчик HTTP вызовов. Он просто считает, запускает HTTP сервер и показывает, сколько раз обратились к этому HTTP серверу. Каким образом это обычно делается? Обычно вы делаете переменные, оборачиваете Mutex и инкрементируете. Либо делаете атомарную переменную и инкрементируете атомарно. В Go принято по-другому. И разработчик, попробовав Go, очень быстро начинает писать именно так. В Go вы запускаете функцию, go.routenvon, которая называется count. И вон там функция, которая go.count, которая делает локальную переменную, а дальше просто инкрементирует локальную переменную, начинает отправлять в канал следующее число. Те, кто из вас, кто вспомнил ECMAScript Generators, будут, конечно, правы. Но в Go каналы гораздо более, позволяют гораздо более широкое использование. И есть, наконец, оператор select, который позволяет выбирать из нескольких каналов сразу. В этом случае вы, вот, например, эта функция, это типовой шаблон. В Go каким образом можно завершить выполнение какого-либо, какого-либо, какой-либо go.routenvon. Вы передаете два канала, в один канал идут запросы, в другой канал приходит сигнал о том, что пора бы закруглиться. Наконец, для нас, как для разработчиков платформы для телефонии, было важно, что в Go есть CIPI, который позволяет вот прямо непосредственно в коде на Go писать какие-то куски на C, которые потом будут нормально откомпилированы, нормально влинкуются и будут нормально работать. То есть вы можете получать доступ ко всем C-библиотекам, которые у вас есть на операционной системе. При этом они тоже будут влинкованы статически. Инструменты. Инструментарий в Go это еще одна причина, за что его любят. Все делается при помощи одной команды Go. Есть команда GoBuild, которая собирает, есть команда GoTest, которая запускает специальные тестовые функции, описанные в этом конкретном пакетже. Есть команда GoRune, которая собирает и запускает сразу. Есть команда, которая обновляет зависимости GoGet. Есть команда, которая форматирует исходники GoFMT. У нас она стоит, например, на пушах. Нет больше никаких споров по поводу того, где, каким образом, какой стиль форматирования использованием, таб или пробелы. Есть команда GoFMT, есть определенный стиль, который она форматирует, и споров никаких нет. Не нравится что-то, запусти GoFMT, оно будет так, как должно быть. Есть команда GoDuck, которая позволяет читать документацию и показывать его HTML. Есть тул для профайлинга, генератор парсеров и много чего еще другого. Короче, инструментарий в Go очень развитой для такого молодого языка. Многие идеи в нем были не то чтобы совсем новаторские, но очень интересные, которые потом мигрировали в другие системы. Например, тот же самый GoGet и возможность указывать непосредственно репозиторию в качестве имени пэккеджа. IDE. Вообще я предпочитаю Emax, если тут есть любители Vim, можем подраться потом. Но для разработки я предпочитаю взрослые IDE. Я пробовал их все, включая Vim, и могу сказать, что на текущий момент самый крутой IDE это обычный IDE Community Edition с плагином для Go. Лучшее. Рекомендую. Если кто будет пользоваться, просто надо сразу начать и не мучиться. В библиотеке это был еще один очень-очень приятный сюрприз, потому что буквально на любой чих мы находили сразу что-нибудь. Даже интерпретатор JavaScript, когда нам понадобился, мы подумали, что может быть придется писать самим, мы его просто нашли, он уже был. На текущий момент в GTS зарегистрировано сколько там, 35-36 с лишним тысяч разных репозиториев, которые поставлены хотя бы одна звездочка. И могу повторить свою мысль, там есть и наши библиотеки, и чужие, и полно компаний, которые открывают какие-то свои внутренние библиотеки. В общем, я не могу припомнить случай, чтобы мне что-нибудь понадобилось, и я тут же не нашел это на GitHub в случае Go. Эксплуатация. Эксплуатация, ну, мечта. Особенно там для тех, кто работал с Явой, например. Статическая сборка. Никаких рантайм-зависимости. Единственный бинарник. Даже вплоть до того, что у нас есть еще один компонент в нашей платформе, это медиапроцессор, который мы написали на C++, просто потому, что там не так важна скорость разработки, сколько скорость выполнения. Поэтому там никаких грабеж-коллекторов. Но мы в итоге тоже стали собирать его статиком. Почему? Потому что, ну, потому что вы убедились, как это удобно. Никаких зависимостей, и вам просто не нужно думать об этом. В остальном опыт эксплуатации любой крупной системы, более-менее крупной, вам тут отлично поможет. Ну, есть тег-трейсы, когда оно падает, но, в общем, они нужды бывают довольно редко. Сообщество. Это еще то, что практически купила. Сообщество в голову просто прекрасное для такого молодого языка. И оно просто прям летит восходящей звездой. Здесь слева, здесь просто не видно, к сожалению, мелко. Слева это репозиторий на GitHub, а справа это теги в Stack Overflow. И вот если посмотреть на Go, то он находится в компании языков, которые все раз так в пять его старше. Битва. Сравниваем с Node.js. Например. Можно сравнить с чем угодно, на самом деле. Но почему с Node? Предполагалось, конечно, изначально, что Go, я предполагаю, что Google предполагал, что Go будет вытеснять Яву и конкурировать с Явой. На самом деле нет. На самом деле основный конкурент, Go оказался конкурентом для вот как раз для Node.js, для Python, для интерпретируемых языков. Почему? Потому что на Go за счет выведения типов, за счет множества мелких деталей типа команды Go.ru у вас возникает ощущение языка интерпретируемого, то есть легкого, на котором можно делать какие-то там макеты, что-то быстро строить, прототипировать, но при этом оно реально работает, реально компилируется, запускается, работает быстро. Поэтому с Node.js. Вот у нас с вами два сервера простых. HTTP. И там, и там HTTP. Разница. Компилируется, там интерпретируется. Запустил, сразу работает. Но и здесь тоже запустил, сразу работает. Разница. Здесь много потоков, столько машин, столько потоков, сколько у вас есть процессоров в машине. Здесь в Node.js, как вы знаете, один поток. Если вы хотите много потоков, будьте добры запустить кластер. А теперь начинаем усложнять логику. Усложняем логику в хендлере. В Go вы ничего не усложняете. Вы просто берете и делаете так, как вы писали линейную программу, которая блокируется. Послать запрос в базу данных, рассчитать, отправить ответ клиенту. А в Node.js сразу возникают вопросы. А что вы будете использовать сейчас? Вы будете использовать callback, вы будете использовать promise, вы будете использовать qasync.js, или вы будете использовать yield на молодный. Ну, короче, когда у вас есть вот эта вот такая модель, как в Erlang или в Go, жизнь становится намного проще. Есть ли у Go недостатки? Да дофига. Нет параметризированного полиморфиза, шаблонов, дженриков. Есть только специальные операции для работы с Ray и с массивами, ассоциативные массивы. Всего остального нет. Нет отладчика все еще до сих пор. Не то, чтобы он был мне нужен, но его нет. Провоцирует стиль cut and paste. Это верно. Вы, если пишете на Go достаточно долго, замечаете, что вы просто берете куски кода, вставляете их, и это нормально. И вас раздражает, что это нормально. Жестко диктует правила, включая форматирование. То есть, если, например, я, например, очень нежно люблю Haskell, я пишу на нем много всяких домашних проектов для себя. Там есть, где размахнуться фантазии. Здесь нет. У вас есть всегда ровно один понятный простой путь, как что-либо сделать. Отойти в сторону, это уже начинает выглядеть таким извращением, что вы просто не можете себя это заставить сделать. Поэтому нет фантазии. Приходится фокусироваться на бизнес-задач. Нет исключений. То есть, есть паника рекойера, но его нельзя использовать для управления. Очень простой синтаксис, который иногда начинает бесить, но потом к нему привыкаешь. Короче, нет места фантазии. Слишком просто. Почему все-таки go? Может быть, из-за быстрой сборки. Может быть, из-за развертывания одним бинарником. Может быть, из-за конкурентности. Может быть, из-за эффективной утилизации железа. Может быть, из-за того, что он так быстро развивается. Может быть, из-за того, что там такое крутое сообщество. Я долго пытался ответить на этот вопрос сам себе. И, в конце концов, я понял, что нет. Ни одна из этих причин. Все гораздо проще. Go работает. Go – это предельно практичный язык для инженеров. И внизу приписка. Для инженеров, которые заняты разработкой веб-сервисов и распределенных систем. Писать на нем интерфейсы. Много чего на нем писать. Можно ли на нем написать Bittrex? Я не знаю. Скорее всего, нет. Потому что слишком много интерфейса. Но написать на нем платформу, на которой Bittrex будет работать быстрее. Например, для передачи сообщений какую-нибудь шину. Это вот то, что нужно. Я уверен. Кто использует? Кто уже успел прыгнуть в этот вагон? Google, понятно, у него там дофига всяких проектов, которые используют Go и давным-давно уже на нее перешли. Docker, Influx Data. Если кто не пробовал Influx Data, рекомендую. Тоже восходящая звезда. Twitter, Dropbox, Coding, даже Baidu, Go, кстати, очень популярен в Китае. Еще многие другие. Здесь, опять же, не видно из-за мелкого разрешения. Есть список компаний, которые так или иначе отметились, которые делают какие-то проекты на Go. Теперь что мы на нем сделали? Мы сделали на Go, написали за год. Динамический кластер, который позволяет делать равномерно, распределять нагрузку между всеми его узлами по хешрингу. Использует портабуфер для внутренней коммуникации, использует SIP, HTTP, WebSocket, что угодно, для внешней коммуникации. У него есть медиапроцессор. Оставим в сторонке, он на C++. У него есть встроенный интерпретатор JavaScript. Причем это не ноут. В смысле, там не нужно мутиться с коллбеками. Он работает так же, как и Go. Вы пишете просто в прямом, простом блокирующем стиле. При этом изначале у нас там был вообще говоря Луа. Но потом, немножко помучившись, мы от Луа отказались, нашли интерпретатор JavaScript на Go. И теперь благополучно используем его, и разработчики довольны. Что мы еще сделали для себя? Ну, понятно, когда делаешь какую-то систему, которая, по твоему мнению, должна работать на очень крутых нагрузках, первое, что нужно делать, это нагрузочное тестирование. Мы сделали, собственно, генератор нагрузчики, тестировщик вызовов, который там может на двух машинах сгенерировать по 2000 вызовов в секунду. Система, которая у нас есть, она предельно DevOps-френдли. Например, для того, чтобы новое сигнальное приложение задеплоить в продакшн, нужно выполнить всего одну команду, которая мгновенно скачает с репозитория какую-то конкретную версию этого самого сигнального приложения, распространит по всем узлам кластера, заменит, и потом можно будет в любой момент откатиться. Или можно будет, например, для части клиентов оставить одну версию, для части клиентов другую. И повторюсь, у нас ушел один год с момента принятия решения до первого развертывания. Значит, про развертывание. Да, как я уже говорил, что где-то в 2012 году мы поняли, что нас ждет впереди стена. Это было довольно страшно. Мы не сильно ошиблись в своих прогнозах, что еще два года и будет каранты, потому что в конце, в начале 2014 года у нас действительно было очень плохо. И мы быстро-быстро смигрировали значительную часть самой такой нагрузогенерирующей функциональности на свою новую платформу. В частности, там записи, транки всякие внешние. То есть то, что генерирует довольно много нагрузки на CPU и с чем уже старая вендорская платформа категорически не справлялась. Сейчас это все уже успешно работает и практически вся запись, которая там на платформе идет, она идет через эту самую нашу систему на Go. И в конце прошлого года нам, если долгое время работаешь на репутацию, какое-то время репутация начинает работать на меня, и может довольно долгое время нам приходят разные люди, из операторов с предложениями делать чего-нибудь. В конце прошлого года чего-нибудь оказалась система голосовой почты для индонезийского оператора Индосата на 70 миллионов абонентов. Мы подумали и мы сделали на базе нашей платформы. Вот там тоже от момента принятия решения до момента, когда мы развернули, ушло около четырех недель. Точнее, от момента, когда поставили железо, потому что железо долго ушло, до момента, когда мы развернули, ушло около трех недель. Система, которая на 16 серверах, из которых, прошу заметить, только семь серверов. Это, собственно, Application Service и SIP Service на Go, а все остальное – это медиашлюзы на C++, которые держат 1800 вызовов в секунду и 50 тысяч одновременных диалогов. То есть это 6,5 миллионов вызовов в час операторский любимый мерилка, BHCA. 280 вызовов в секунду – это текущая дневная нагрузка, которая там сейчас. То есть это миллион BHCA на 36 миллионов абонентов и плюс 2 миллиона абонента добавляют каждую неделю. Или сейчас это в текущий момент 100 миллионов вызовов в секунду. А целевая нагрузка после того, как все это запустится в конечном итоге, будет около 600 вызовов в секунду. В качестве хранилища записи мы используем CEF с тройной репликацией. И мы проверяли, тестировали. Система полностью удерживает системный сбой до двух серверов. То есть их можно просто выключить. На самом деле у нас так примерно и произошло, потому что индонезийские люди, которые монтируют кабеля, немножко ошиблись. И, наконец, мы нормально делаем роли анапдейтс. Смогли мы ли это сделать на каком-нибудь другом языке за такое короткое время? Напомню, с 2012 года до 2015, три года на продукт, который держит такую нагрузку и выполняет работы для миллионов абонентов Индонезии. Я не знаю. Я думаю, что мы, наверное, смогли бы сделать это на Ирланге. Может быть. И, может быть, смогли бы сделать это на Яве. Для меня, на самом деле, поскольку я, кроме своей основной работы, я еще читаю лекции в университете в Тульском по системам реального времени и параллельному программированию. Для меня одним из конечных итогов был, причин, почему мы решили использовать Go, был очень простой эксперимент. Я дал студентам лабораторные и убедился, что кривая обучения Go круче любого языка, который я когда-либо сталкивался. Именно в этой сфере. То есть люди начинали, студенты начинали писать более или менее приличный код, потому что неприличный код Go просто писать не дает. Go дает писать скучный код и только скучный код, но неприличный не получается, очень тяжело. Ну, что еще? И могу похвастаться, что 31 декабря, совсем недавно, все через месяц после развертывания на системе было за один день записано 160 тысяч сообщений, которые абоненты вам друг другу передают. Теперь я бы хотел ответить на ваши вопросы, если есть. Вопросы? Большое спасибо за доклад. Очень интересный кейс. Скажите, пожалуйста, а как сейчас у Go выглядит обработка ошибок? Вот, например, когда я пишу на ноде и мне нужно сделать там пять подряд асинхронных операций, мой код выглядит в пять строчек. Это await, 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 await. Как я уже сказал, там нет исключений. Во всяком случае, в том смысле, в которых вы можете использовать их для контроля, для управления. Как вы управляете ошибками? If-ами. Я повторюсь, что Go позволяет писать довольно скучный кок и провоцирует cut and paste. И сколько этих if-ов будет? Они так еще много, на самом деле. На пять синхронных операций, каждый из которых может взорваться. На синхронных? Ну, пять асинхронных операций, там сделали запрос, сделали еще. Ну, во-первых, с моей точки зрения, они будут синхронными. Это первое. С моей точки зрения, они будут синхронными с точки зрения этой гороуты. Ну, в ноде так же, да. Пять операций, пять if-ов. Пять if-ов. То есть удвоение кода идет практически. Ну, наверное, если бы я платил разработчикам за строчки кода, я бы расстраивался. Но поскольку я плачу им за то, что они делают хороший работающий код, я, в принципе, этому рад. Спасибо большое. Еще вопросы? Да, секунду. У меня простой вопрос. А динамически какую-нибудь C-шную библиотеку прилинковать вообще возможно? То есть этот функционал остался? Ну, вот в C-Go, то, что я показывал, рассказывал, да, там можно, ну, линкуется статическая библиотека, если есть. Если нет, то подключается динамическая. Более того, в Go 1.5 появилась, в принципе, динамическая линковка. Он даже позволяет теперь делать динамические библиотеки. Но мы настолько привыкли и настолько прочувствовали вот такой механизм, что уже не чувствуем нужды. Динамические библиотеки C подключать, конечно, можно. C++ нет. А бинарик не слишком гигантский получается в итоге? Нет, не слишком. Вот бинарник всей нашей системы, которая там обрабатывает все эти вызовы вместе с интерпетратором JavaScript внутри, это всего-навсего 6 мегабайт. Это бинарник, который, в принципе, влезает в первый кэш. Во второй смысле. Еще у кого-то, может быть, вопросы? Пока думаете, у меня есть вопрос. Сам тоже слышал часто сравнение, что Go сравнивают все-таки именно с интерпретируемыми языками. И мало у кого есть задача написать полноценную коммуникационную платформу. Какие практически более простые кейсы есть? Может быть, не знаю, банально для администрирования? Более простой кейс, отлично. Для компании Megafone мы написали предбиллинг. Что-то вроде шины, которая собирает внутри себя платформы от разных компонентов. Биллинг, мультифон. Поверьте, у большого оператора их всегда очень много. Все это дело внутри себя интегрирует, складывает там в базу, высчитывает то, что нужно, посылает события в разные места. В том же самой Индонезии там простой шлюз, который принимает распределенный, он хоть простой, но распределенный. Шлюз, который принимает в себя события от нашей системы и передает дальше в систему, которая отсылает USSD. Вот такого рода задачи, конечно. И все это пишется очень-очень быстро, что и привлекает. Спасибо. Спасибо.